Нас пытаются не допустить до соревнований в Москве, как недружественные страны, а-ля Россия-Матушка. Арлоскут снимает ролики с разоблачением судей. Почему не принимаешь заявку? К сожалению, ответ на данный вопрос не в моей компетенции. А чьей компетенции? Чем я отличаюсь от других клубов? Мне не хочется вам делать контент, я не принимаю вашу заявку. Это самоуправство сейчас. Нет, вы не можете мне... Где его ученика вытянули на победу при счете 1-1? Мы звоним Сергею Жукову, который как раз руководитель данного чемпионата. Абонент разговаривает. А знаете, с кем он разговаривает? Он что, заблокировал номер, реально? Меня не выкладывать в интернет. Это как бы парень, взрослый, умный. Сейчас он скажет такую бомбическую фразу, которая прямо в шок вас повергнет. Привет, дорогие друзья. Сегодня у нас очень интересное видео, как нас пытаются не допустить до соревнований в Москве. Чемпионат, воля или путь к победе, положение будет здесь. Москва, Биберева, руководитель Сергей Жуков, секретарь турнира, карандашова Настя. Мы отправили заявку по установленной форме, точно в сроке, указанной в положении. На что нам был вот такой вот ответ. Вот такой ответ. Ваша заявка не принята, потому что она не по форме. Давайте пролистаем, посмотрим положение. Вот здесь вот мы пролистаем положение. Как видите, никакой формы тут быть не может в принципе. То есть как бы и в конце вот тут вот подписи, да, что все, кто имеют данное положение, официально приглашены на турнир. И положение является вызовом на соревнования. Далее пошел ряд сообщений. Мы отправили письмо повторное на электронную почту с вопросом. Вышите нам, пожалуйста, форму заявки. На что нам последовал ответ. Что ваша заявка нарушает требования. В положении турнира прописано, что соревнования служат для установления дружеских связей между клубами. И наш клуб под эти критерии не входит. Мы не дружественный клуб, как не дружественные страны, а-ля Россия-матушка. Поэтому нам сказали, что мы типа не приглашены. Там нас не хотят видеть, потому что Орловспорт снимает ролики с разоблачением судей. Они мало кому нравятся. Уважаемым судьям, дать маленький совет. Молодые ребята, вот вам интересно? Нет, не интересно. Никому не интересно. Маленький отсюда, мужчина. Вы еще и грубите. Не надо. Вы судья, вы грубите. Не надо. Вы грубите. Итак, после того, когда мы задали вопрос, опять же, почему вы без оснований нас не допускаете, на каком условии, пришлите, пожалуйста, документ. Вот опять же, вот переписка наша. Пришлите подтверждающий официальный документ, на каком основании вы не допускаете наших детей к соревнованиям. На что ответ вот такой вот. Вот такой вот. Что я вам все сказала. Звоните высшестоящему руководству. Для начала мы сначала позвоним Анастасии Карандашовой. Для того, чтобы... Что? Для того, чтобы задать вопрос. Почему? Так, мы сейчас звоним главному секретарю соревнований Анастасии Карандашовой. Телефон мы ее показывать не будем, потому что YouTube в прошлый раз заблочил видителя наших видео. Мы его в следующий раз еще раз оформим. Короче, ладно, звоним. Анастасии Карандашовой. Алло, Анастасия. Да. Да, здравствуйте. Владимир Орлов беспокоит. Здравствуйте, Владимир. Здравствуй, здравствуй. Настя, скажи, пожалуйста, почему не принимаешь заявку? Ну, я же вам написала, Владимир, все. Ну, что написали, я говорю, мне нужно писать... Или вы хотите наше голосовое сообщение записываете и тоже хотите разместить у себя на YouTube. Я хочу узнать, почему нас не пустили на соревнования. Почему вы не допускаете детей? К сожалению, ответ на данный вопрос не в моей компетенции. А чьей компетенции? Хорошо. От положения указано. Было указано, что все вопросы по телефону. Указан ваш номер. Да, там есть. Да, там не только мой номер. Указано, если внимательно посмотреть. А я должен разбираться? Там мне было указано, что если не допущено, звоните по другому номеру. Опять же, на каком основании не допущены? Вы позвоните по другому номеру. Там есть второй номер. А я хочу вот у вас узнать, почему. Почему вы меня не допускаете? Я же вам говорю, это не в моей компетенции. А документы, я говорю, чем я отличаюсь от других клубов? К сожалению, у меня... К сожалению, конкретно можете сказать, почему... Настя, почему меня не допускаете на соревнованиях? К сожалению, Владимир, это не в моей компетенции. В чьей компетенции? Почему, я не знаю. То есть я отправляю вам заявку с детьми. Вы ее не принимаете и футбольте меня к другому какому-то номеру. Алло. Да, Владимир. Ну, Анастасия. Да, я не принимаю вашу заявку. Основание. Смотрите, Владимир, вы заявки от тех клубов, которые... Согласно статье 426 Гражданского кодекса, бизнесмен не имеет права отказать в услуге гражданину. В противном случае должен будет запретить штраф и компенсацию за моральный ущерб. Незаконно отказывать из-за национальности, пола, внешнего вида и так далее. Да, я положено вчера отправил по форме. Вчера я вам отправил. Вы мне ее не приняли. Без оснований. Формы нет никакой в положении. Если форма должна быть в положении, тогда по ней у нас все отправляется. Владимир, ваши заявки даже имена неполные детей. А было указано в положении, в положении было указано, что заявка должна быть с полным фамилием детей. Владимир, но мне не хочется вам делать контент, к сожалению. Анастасия, Анастасия, вы руководство, вы применимаете заявку, вы руководство, вы принимаете заявку на соревнования. Анастасия, вы понимаете, что это самоуправство сейчас? Согласно 330 статье УК РФ, самоуправство, то есть самовольное совершение каких-то действий, вопреки установленным законным нормам и актам, оспаривается гражданином, если причинен был существенный вред. Это самоуправство. Какое Биберево? Телефонов в Биберево нету. В Биберево, зачем? Я нашел положение соревнования. Анастасия, Анастасия, вы вот так вот принимаете заявку? Я вам ничем не могу помочь. Но вы принимаете заявку, почему вы не можете помочь мне? Потому что ваша заявка не принята. На основании, основании нет. Вы у вас, Анастасия, у вас открытые соревнования для детей. Я вам говорю. Вы сейчас, вы сейчас нарушаете, нарушаете правила, по которым вы работаете. Это не наши правила, это правила моей страны, в которой я живу, Анастасия. Вы не принимаете заявку незаконно. Вы незаконно не принимаете заявку и отправляете меня в другие органы. Вы ненормально себя ведете. Я абсолютно нормально себя веду. Вы не принимаете контент, но это не ко мне. Это не к вам, но вы секретарь, вы должны просто принять мою заявку моих учеников. Я не принимаю вашу заявку. Основание, где основание, где основание, почему вы не принимаете? Вы сейчас мне просто говорите, что основа... Анастасия, 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 вы секретарь соревнования, вы не можете... Ну что я могу сказать? Вы все слышали сами, никаких четких аргументов нет. Давайте позвоним по номеру второму Жуков Сергей, который мне сказал, мне сказал, что Володя, а что ты своих не узнаешь? Он мне написал в комментариях. Сначала он начал мне полдесятого названивать, то, что видите ли, я разместил видео, где он где-то там в кадре, где его ученика вытянули на победу при счете 1-1. Видео можете посмотреть, совсем недавно было. Я заснял его в кадре, ничего плохого не сказал, просто он на заднем плане стоял. И он мне в 9 вечера названил, в воскресенье полдесятого, там в 9-20, названивал со словами, мол, ну, названил, а вот что он мне... Я его вообще не знаю, кто это такой. Ну да, где-то там занимался, где-то там мы здоровались, потому что мы много лет тренируемся вместе, да, то есть, ну, на соревнованиях выступаем. Он каким-то а-ля образом решил понять, что я свой. И говорит, а что ты своих не узнаешь? Я вас знаю, но с чего вы думаете, что вы свой? Я вот хочу к вам приехать на соревнования. Сейчас я вам позвоню. Жуков. Мы звоним Сергею Жукову, который как раз руководитель данного чемпионата. Давайте позвоним Сергею Жукову. Пожалуйста, оставайтесь на линии или перезвоните позже. В настоящий момент абонент разговаривает. А знаете, с кем он разговаривает? Жуков разговаривает с Анастасией Карандашовой, которая как раз ему звонит. Вот сейчас будет заводить Орлов и будет писать твое видео, делать контент. Делать контент, короче, он будет, видите ли, Орлов, да. На самом деле, помимо этого всего, сегодня мне в комментариях, поскольку заявку вчера не приняли. Вчера было 25 октября. Не, не 25. Какой был вчера октября? А чем мы посмотрим, какой был октября вчера? Вчера был 22 октября. Сегодня 23 октября, последний день подачи заявок. И мы, соответственно, вчера отправили заявку 22 октября. На что Анастасия Карандашова ее не приняла. И сразу же в комментариях в Ютубе написал Женька Хосарев, вот этот вот, или здесь он будет, не знаю, я где-нибудь его размещу, короче. Который у нас является самым лучшим комментатором на канале Ютуб за последние полтора месяца. Потому что он у нас реферюга, который тащил дакистанца на золотую медаль под руководством вышестоящих органов, главного судей соревнований и каких-то там тренеров. Я не знаю, вполне возможно. Вот думайте сами, пишите комментарии, кстати. И он мне написал комментарий, говорит, ах, да-да-да-да-да, тебя Карандашова не приняла заявку. Как жаль, как жаль. Это называется, ребята, уже коллективный сговор. В соответствии с частью 2 статьей 35 преступление признается совершенной группой лиц по предварительному сговору, если участвовал два и более лиц, заранее договорившиеся об этом. Ура, а это статья. Мы еще раз звоним Жукову Сергею, который говорит, что у Володи, ты что, своих не узнаешь? Пожалуйста, оставайтесь на линии или перезвоните позже. Настоящий Володь. Он что, заблокировал номер, что ли? Серьезно? Пожалуйста, оставайтесь на линии или перезвоните позже. Он что, заблокировал номер, реально? Ну да ладно, пока мы с вами дожидаемся ответа Жукова. Серьезно вам счастье. Погнали дальше, еще раз звоним Жукову. Пожалуйста, оставайтесь на линии или перезвоните позже. Жуков не стал отвечать. Не стал отвечать на звонок. Что у нас получается? Когда-то давно мы сгоняли на кубок Evolution, город Москва, где навели шороху о том, что неправильное судейство. Ученик, который коснулся волос. 6-0 был счет. А волосы-то 6-4? Секунду. 6-4 флажка было. 4 флажка. Тянут своих. Ну, опять же, баллы нашим ученикам не дают. Вот, мы сняли очень много контента, где-то на 12 серий. Плейлист можете посмотреть в наших плейлистах. Можете посмотреть. Вот, это очень сильно не понравилось руководству. И они решили нас не допустить. Что, Вадим у нас исчез, что ли? Исчез. Может, он за трибуну? Давайте поищем его за трибунами. Вадим, да какой счет вы хотите выставить-то мне? Не допустить. Несколько турниров, примерно турниров 5-6 они не допустили. А поскольку руководство Шайка Лейка 1, 1, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Вот, конечно же, получается, мы не попадаем ни на одни соревнования, потому что одно руководство. А это другая федерация, которая никакого отношения не имеет. Но, видите ли, они тоже каким-то образом попали в кадр фокус видеосъемки. Вот, как говорит Анастасия, вы нам не гость, а-ля. Я говорю, обращайтесь в другие органы. Ну, что, придется нам обратиться в другие органы, которые скажут, почему официальные соревнования, которые открытое положение, не допускают детей участвовать. Развивать спорт на территории Рейской Федерации. Первый закон президента ФЗ. Вот этот вот ФЗ. Звоним Жукову еще раз. Звоним Жукову еще раз. О, да ладно. Вызываемый оппонент не отвечает. Видите, как боятся? Боятся они Орлова, который задаст не совсем приятные вопросы. Конечно же, он будет занят. Он будет занят. Он скажет, я занят, позвони потом. Или, например, даже не знаю, что можно сказать. Как так? Он же совсем недавно разговаривал по телефону. О, все, ноги дрожат, Орло звонит. Все, всем улыбаться. Молчит негодяй. Вызываемый оппонент не отвечает. Ну ты не переживай. Я позвоню еще раз. Я позвоню еще раз. А мы просто так не останавливаемся. Они думают, что просто так вот возьмут. Мы не приняли вашу заявку. Да-да-да. Это вам не соревнование, ребят, где можно баллы не додать. Я спокойно развернусь и уйду. А потом спустя 10 лет покажу это всему миру. Но нет, тут немножко другое. Вот как вы считаете вообще? Правда, на моей стороне? Ну и что, что я видосики снимаю? Ну и что, что компрометирующее? Ведите себя достойно. Вызываемый оппонент не отвечает. Ведите себя нормально, достойно. И в чем проблема? Вот есть у меня опять же отличный судья, который зовут Александр Саркисов. Прекрасный судья. Всегда четко, никогда не докопаешься. Да, и с ним я и проигрывал, побеждал. Но претензий к нему вообще никаких нет. И он не боится этого, потому что он свою работу выполняет четко. А это что? Что это такое? То есть он боится трубку взять, что ли? Не хочет разговаривать. Но раз не хочет разговаривать, мы обязательно позвоним ему вечером. Вызываемый абонент не отвечает. Мы можем позвонить ему вечером. Почему? Потому что он в прошлый раз в 9 вечера был типа занят. А, он был весь день занят. Он мне звонил полдесятого вечера, потому что в воскресенье он до полдесятого был очень сильно занят. У него только тогда появилось время. А сейчас он, видите ли, наверное, что-то очень важное делает. Даже на телефон не может ответить. Но мы позвоним ему еще разок, еще разок, попробуем. А вдруг получится? Как вы думаете, получится? Ответите на друга или не ответите? А потом мы его возьмем и позвоним ему с другого номера. С другого номера позвоним. Ему? Да. Давайте попробуем. И вот у нас уже наступил вечер, закончился рабочий день. Время у нас примерно 8 часов, 8 часов 20.00. Сергей Жуков сегодня утром не ответил на звонок, поскольку Анастасия Карандашова позвонила и предупредила, чтобы вызвать Орлов, не бери трубку. Официальный телефон, который по положению у нас указан, для того, чтобы работали представители и тренеры с заявками на участие в турнире. 26 октября. Москва-Биберево. Турнир ВСКФ. Путь к победе. Турнир называется. Очень красиво. Сейчас мы еще раз позвоним Сереженьке Жукову, который побоялся взять трубку и разговаривать с Орловым на поводу, почему это у нас Карандашова не может, видите ли, ничего сделать и принять заявку не может, объяснить причину не может, почему она не допускает до открытых мероприятий, до открытого турнира детей нашего клуба «Крата-Свобода» города Александрова Владимирской области. С моего телефона мы, конечно, звонить не будем. Мы позвоним ему с другого, с Филипса, Черненького, Старенького. Позвоним ему, позвоним Жукову, Сергею. Погнали! Погнали! Очередная заминка у нас произошла. Давайте звоним еще раз. Сережа Жуков. Организатор турнира. Турнира. Отлично. Нет ответа. Нет ответа у нас. Давайте еще раз. Все боятся. Может быть, он реально занят? Молчит. Нет ответа. Ну что, давайте я вам покажу еще один очень интересный момент. Совсем недавно, когда я выпустил видео с его спортсменом, когда мы с ним дрались в 2015 году, у нас счет был 1-1. И судьи почему-то единогласно подняли победу за его спортсмена. А между прочим, при счете 1-1 поединка в традиционном кроте всегда выводят в ничью и идет бой до одного очка. Но тут почему-то единогласно подняли за противника. А видео, почему так это произошло, вы посмотрите сами. У нас в ленте оно будет. Он попал в кадр буквально на секунду, на две. И потом мне позвонил, позвонил. И сейчас вот я вам включу смс-ки, которые он мне голосовой отправлял. Да? Вот очень интересно. Что же произошло? В 9.20 вечера в воскресенье 21-го числа, 21-го числа или 21-го, не знаю. В воскресенье звонит мне товарищ Сергей Жуков, названивает раз, два, я сбрасываю в воскресенье незнакомый номер, два, три, короче, названивает, я его блокирую. Он мне присылает сообщение на WhatsApp. Вот такого плана. Перезвони срочно. Не вопрос. Я пишу, а ты вообще кто? И он мне присылает сообщение. Вот такого. Володя, вечер добрый. Ты мне не скажи, ты зачем мое видео выложил со мной в интернет? У меня очень большая просьба, меня не выкладывать в интернет. Хорошо. Спасибо. Ну, или вырежи этот момент, где я там стою. Ничего себе интересненькие заявочки. Я пользуюсь 29-й статьей Конституции Российской Федерации, которая дает мне право и возможность опубликовывать видео, общедоступные в общественных интересах. Да? Вот. Ну, дальше. Понеслось. Я пишу, вы вообще кто? Вы пишете, кто? И он мне пишет вторую. Сообщение голосовое отправляет. Вот такого плана. Володь, а ты по фото меня не узнал? Там на WhatsApp моя фотография вроде. Мне вот больно интересы смотреть на WhatsApp, у кого какая фотография, кто мне звонит, блин, в 9 вечера, в воскресенье. Вот мне прямо интересно смотреть фотографию, блин. Да? Смотрим дальше. Это как бы парень взрослый, умный. Парень взрослый, умный. Ну, допустим. Хорошо. Как это вообще влияет на то, что я должен посмотреть фотографию на WhatsApp? У меня тысяча с лишним номеров. Как у него, наверное, тоже. Сейчас он скажет такую бомбическую фразу, которая прямо в шок вас повергнет. Не узнаешь своих. Не узнаешь своих. Сережа Жуков, с какого я стал вообще с твоим? Твоим я с какого вообще стал? Скажи мне, пожалуйста, да? То есть, это ладно, хорошо. Допустим, я свой. А почему вот этот свой не может принять участие на турнире? А? Почему Кондрашова меня не допускает до соревнований? А давайте мы еще раз ей позвоним и спросим, почему Жуков не берет телефон? Мы еще раз ей позвоним. А что нам не позвонить бы Анастасии Кондрашовой? Карандашовой. Я думал, она Кондрашова, а она Карандашова, оказывается. Что случилось? Мы не хотим брать трубочку. Это фипитарь Ева. Говорите, я вас слушаю. Да, Ева, здравствуйте. Мне вот по поводу соревнований. Вот я звонил по второму номеру, по второму номеру, телефон Сергея Жукова. Так вот он не отвечает весь день сегодня. Я много раз ему звонил, он не отвечает. Проконсультируйте, пожалуйста, почему. Дело в том, что абонент не может ответить. Я всю информацию записала и обязательно передам. Что-нибудь еще передать? Хватит дурью маяться. Анастасия, хватит маяться дурью. Неприятно это слышать, но я все записала. Молодец, что записала. Что-то еще передать? Вот видите, что делает. Видите, что делает. Знаешь, что ты делаешь, скажи мне. Скажи, пожалуйста, почему Жуков не берет телефон? Жуков, почему телефон не берет? Я все записала. Что-то еще хотите передать? Молодец, что записала. Жуков, почему не берет телефон? Он главный по соревнованиям. Он должен ответить на вопрос, почему секретарь Карандашова Анастасия не приняла заявку? И как вас представить? Меня представить можно мой бог. Вам нужно будет перезвонить? Конечно. Видишь, что происходит? Что происходит? Это вот уже... С роботом разговариваем. Нормально? Разговариваем с роботом. Это уже издевательство. Согласно 151 статье Гражданского кодекса РФ, если гражданину нанесен моральный вред, то он может быть через суд выплачен денежной компенсацией. В данном видео статья налицо. Это уже издевательство пошло какое-то. Анастасия. Алло, это Ева. Говорите, Ева, слушаю. Ева, будьте добры, Анастасию. Пока абонент не может ответить. Серьезно? Что-нибудь хотите передать? Я все запишу. Ну, Анастасию, дайте мне трубочку Анастасии. Хорошо, записано. Может, еще что-нибудь передать? Ну да, передайте трубочку Анастасии. И как вас представить? Представьте меня мой бог. Передайте трубочку Анастасии. Вам нужно будет перезвонить? Нет, просто передайте трубочку и нормально. Так, записала. Еще что-нибудь? Да, дайте трубочку Анастасии, чтобы она поговорила со мной. Просто. Просто, чтобы... Все записала и обязательно передам. Молодец, здорово. Еще что-нибудь передай ей. Например, чтобы она поговорила со мной. Абонент не может ответить. Может быть, вы хотите передать что-то еще? Ой, классно. Ну, тут можно бесконечно продолжать. Позвоним еще раз Жукову. Может, он сейчас возьмет? Абонент сейчас не может ответить на ваш звонок. Попробуйте перезвонить позднее. Да ладно. Если вы хотите... Класс. Ну, что я могу сказать, дорогие друзья? Мы попробовали, мы пытались. Мы сделали все, что могли. И давайте завтра обратимся... Как нам сказала Анастасия Канадрошова. Ну, как завтра. У вас-то, может быть, и прямо сейчас мы обратимся. А у меня будет завтра. А у вас прямо сейчас. А мы обратимся в другие органы. Органы, которые повлияют. Давайте попробуем вместе обратиться в эти другие органы. Что они нам скажут? Погнали, ребята.